Доброе утро, дорогие друзья! Дорогие друзья, вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале «Архиз-24» и с вами снова я, ведущая Олеся Стародуб. Сегодня у меня в гостях заместитель директора Центра массовой информации администрации Малокорчаевского района Тамби и Фрустам. Доброе утро! Доброе утро, Олеся! Рада тебя здесь видеть! Взаимно, спасибо большое! Рада знакомству! Взаимно! Что мы с тобой сегодня приготовили? Ну, попробуем приготовить фаршированные перцы по-мароккански. Вот так! Что же еще? Я вижу, что у нас очень много ингредиентов сегодня. Да, и приготовим салатик. Салатик такой очень простой, но очень вкусный. На закусочку? На закусочку, пекинский называется салат. Хорошо, я тогда предлагаю начинать, не томить! Давайте начнем, наверное, с начинки. Мы начнем с перцев, да? Да, да, да. Что мы делаем? Берем филе куриное. Ты займешься сегодня мясом? Да, ну, как полагается на кавказе, да. Да, да, я тоже так считаю. Тем более, я не люблю заниматься грудкой, мясом. Это все не мое. Так, что буду делать я? Да. Потому что говорят, что семечки, да, ну, придают какой-то аромат. Вот первый раз такой слышишь. Да, у нас обычно как? Мы же вычищаем прям полностью, да? Тщательно. Ну, чтобы там, да, семечки оставались вот так как-то. В общем, получается, мы убираем просто плодоножку, а все внутренности мы оставляем. Перепоночки и вот эти вот семечки. Я возьму маленький нож, то вот таким как раз будет удобно, да? Да, отлично будет. Рустам, ну, расскажи, пожалуйста, почему такой выбор? Перц. По-мароккански, да. Ну, у арабов в основном все блюда. Ну, из чего они готовы? Там только мясо, мясо, еще раз мясо, да. А тут, ну, как-то, не знаю, это у нас паршиванные перцы обычные, да, в России. Да, да. У украинцев тоже есть блюда разные с перцами болгарскими. У белорусов есть, я знаю. Ну, я никогда не встречал, не видел, не слышал, не читал даже, что арабы что-то делают, что-то готовят из перцев. И когда первый раз я увидел, ну, так интересно было. И это было в Касабланко, в городе Касабланко, в Марокко. Такой скромненький ресторанчик, очень скромный, ну, скромный, но интересный очень. Домашний. Интересность в чем, да, интерес в чем. Заходишь туда, значит, заказываешь, и твой заказ, они готовят прям при тебе. Да, да, вот ты сидишь, ждешь. Открытая кухня, да. И я выбрал именно то, что мы сейчас готовим, болгарские перцы по-марокански. Было очень вкусно, не знаю. Рустам, ну, это большой плюс, согласитесь, вот когда открытая кухня, ты можешь спокойно воспроизвести это дома. Да, очень было интересно. А не пытать повара, да? Да, ну, это сколько, года 3-4, даже, может, больше тому назад. Ты любишь путешествовать? Я очень люблю путешествовать по мере возможностей и невозможностей тоже. Я просто немножко забегаю вперед, Рустам любит путешествовать и учиться новым блюдам, да, национальным, вот, как, например, в данном случае. Ну, расскажи, пожалуйста, самые яркие, наверное, твои поездки и впечатления, и воспоминания, естественно, гастрономические. Ну, я побывал, ну, во многих странах, но самая такая незабываемая поездка, это, наверное, ну, у меня такой маршрут был, немножко сложный, интересный, это Москва, Афины, Каир, Касабланка, Москва. Насыщенный. Да. Было очень интересно, ну, именно вот после этой поездки я понял, как бы там хорошо, интересно, красиво не было, но Россия – это наше, да, Россия – это мое. Вот, а так, конечно, у арабов культура, вы знаете, очень такая древняя, интересная, глубокая, не только в плане еды, кухни, да, а, ну, и в плане одежды, там, обрядов каких-то, да. Они очень интересный народ. Вот, наверное, вот эта поездка самая такая была, интересная, насыщенная, пестрая, как говорится. Так, вот смотри, вот так вот мы оставляем семечки, Да, семечки мы оставляем, как я вот сказал уже. Оставляем, вот так вот. Это тоже огромный плюс для хозяек, чтобы не выковыривать их по полчаса, потому что я тоже не очень люблю. Когда ты сказала, что я буду заниматься перцем, я даже думаю, вот лучше бы я мясо взяла, вот чем. А потом, когда ты скажешь, что семечки надо доставать, я прям обрадовалась. Все, с заданием я справилась. Отлично. Чем заниматься мне теперь? Сейчас можно уже чистить, наверное, картошку. Картошечку мы будем отправлять туда же? Туда же. Но мясо ты нарезаешь довольно крупно. Да, крупно. То есть так как у нас в России привыкли готовить перцы, это, естественно, это фарш, да, в основном? Да, вообще я там тоже заметил, что там все буквально было очень крупно, прям чувствовалось каждый ингредиент, как курица, так и картошка и так далее, так далее. Лук тоже очень крупно было. А вот, кстати, я так больше и люблю. Я даже лук везде крупно нарезаю и морковку. Вот, на вкус. Хотя многие не любят. Да, многие, чтобы даже не почувствовать сам лук, пропускают через терку, да. Да, да, да. Я считаю, что это совершенно неоправданно. Все ингредиенты должны чувствоваться. Мы же их для того и добавляем, правда, в блюдо. Да. Немножечко по пропорциям. Сколько мы... Сегодня у нас 4 перца, да, и нам потребуется половинка грудки, да, ну, то есть одно филип. Да, 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 да. Ну, если честно, я сейчас все делаю на глаз. И так, я уверен, всегда получается вкуснее, да. Если не придерживаться никакого правила. Да, конечно. Рустам, ну, давай немножечко о твоей работе. Ты работаешь заместителем директора в центре... В центре массовой информации, администрации, да. Вот. Там же телевидение Пучка Кен. Угу. Многие очень так удивляются. В телевидении уже работает 25 лет. Угу. Ну, это такое районное. Только по району вещаем. В узком кругу. В узком кругу, как говорится, да. Как-то так. Работа у нас интересная. У вас в основном информационные передачи или у вас прям вот, как сказать, собственный контент, да, собственный канал? Да, разные рубрики. Угу. То есть те же самые кулинарные. Всякие, да. Там концерт по заявкам телезрителей, то есть поздравляют. Интерактив. Да. Там встречи с разными интересными людьми. А у нас их, врача-вочеркесии, очень много талантливых. Да, да. Да, да. Конечно. Ну, так, как и везде, в принципе. Но ты как директор занимаешься только такими серьезными делами? Нет, нет. Я вообще не очень не люблю... Ну, как, мне по душе вот эта часть творческая, скажем. Культурная. Да, культура там, ну и так далее. Ну, собственно, 4 перца, 4 картошечки и вот уже мы нарезали. Да, давай, с картошкой тоже. Картошка мытая, поэтому, в принципе, не страшно, да, если мы ее сразу будем нарезать. Я буду помогать тебе, как ты нарезаешь. Ну, вот, как-то так. Ну, на пластинке, да? Да. Потом так, ну, как обычно, чтобы кубиками, да, чтобы... Ну, не совсем мелко, конечно. Ну, так. Еще хочется рассказать об одном увлечении Рустама. Рустам-поэт. Вот. И хотелось бы узнать, когда же проснулся талант, дар. Не знаю, если можно это все назвать талантом, даром. Ну, если, допустим, не скромничать, то на стихи Рустама многие известные певцы исполняют музыкальные произведения, да? Если я не ошибаюсь. Это так, если быть, да, это Лидия Батчаева. Она, знаете, да, ну, серьезная личность в Астраде. Руслан Качиев. Кто еще? Ну, многие еще поют. А так... Ну, он сам просто скромный. Можно... Да, кусочек сразу сюда. Выкладываем всю начинку. Ну, картошечку тоже, да? Да. И что теперь остается? Лук. Лук. А как мы нарезаем лук? Лук как угодно, но... Покрупнее. Покрупнее, да. Ну, да, с этим мы уже разобрались. Сколько нам необходимо? Одну луковицу или две? Две, наверное, будет, да. Правильно. Вообще, я люблю лук и чешок, поэтому я добавляю обычному много. Так. И все же, когда ты открыл себе этот дар, когда ты написал первое стихотворение и, наверное, когда общественность оценила? Ну, это было еще в школьные годы. В классе, наверное, в шестом, седьмом. Ну, честно, не помню. Писал я, конечно, на такую немножко тему, так сказать, серьезную. Это депортация карачаевского народа. Вот. Выбрали стихотворение. И на районном конкурсе птицов. Не знаю, какой-то районный конкурс был, я это еще не помню. И вышел, там свои стихи прочитал. Переживал? Очень. Не от того, что я вот перед всеми стою и стихи читаю, а от того, что... Переживал то, что ты рассказывал. И, да, как оценят и так далее. А там серьезные люди сидели. Там сидела народный поэт Крачева-Черкесидина Вамчаева. Было очень, очень и очень волнительно. Ну, мастера слова, как говорится, там сидели в зале. Поэтому было, естественно, волнительно очень. Но все прошло благополучно. Успешно, да. И вот после этого уже начали. Тебя запомнили. Меня запомнили, начали приглашать. Там разные всякие... Как школьные, так и районные общие мероприятия. По разным случаям, да? Ты почувствовал уверенность в себе? Нет. Нет? Даже до сих пор, когда, вот уже сколько, и поют, и читают, да, мои стихи. Даже сейчас я очень волнуюсь, очень боюсь. Не то, что боюсь критику. Я нормально воспринимаю, но смотрю на это очень ответственно. Ну, вот когда ты выходишь и рассказываешь, когда ты читаешь свои стихотворения, ты же в любом случае должен волноваться и переживать. Ведь ты же рассказываешь то, что ты чувствуешь, правильно? Вот как музыкант выходит и поет. Он же должен пережить на сцене все, что он поет. Я думаю, что поет точно так же. Поэтому волновение, я думаю, что это вот естественная составляющая, которая не просто может присутствовать, а должна присутствовать. Правда? Совершенно верно, да. Так, ну, под разговор мы нарезали мясо, лук и картофель. Все, теперь добавляем соль. Соль перед тобой. Опять-таки, на глаз. Ты любишь побольше? Ну, да, если честно. И я тоже. Так, мы добавляем соль. Еще какие-то приправы нам нужны? Да, приправы для куриного шашлыка. То есть вот специальная приправа? Да. Так, мы добавляем чайную ложечку. Так же, на глаз. Наверное, это будет чайная ложечка с горочкой. В принципе, приправы для куриного шашлыка, я думаю, что входит карий, скорее всего, куркума, да? Вот такие вот приправы, которые подходят к курице, вы можете заменить их в любой. И можно обычный красный перец. Да. А можно добавить, вот у нас есть паприка, например. Отлично, это вот это, да? Да. Есть паприка, есть черный перец. Жерный перец тоже обязательно добавим чуть-чуть. Перец у нас не молотый, да? Да. Наверное, будем молоть. У нас есть тупка. Да, я уже видел. Но ты сильный, ты быстро справишься. Слава Богу, вес, как видите, есть. Это мощь. Да. Просто, ну, на твои стихи поют песню. Ты сам попробуй петь. О, нет. О, нет. Слух у меня, ну, опять-таки, без ложной скромности. Слух у меня просто отличный. А вот голос, это, ну, не дай бог. Ты только на кухне поешь. Не дай, как говоришь, и на кухне даже не поешь. Сегодня ты не будешь петь. Не буду. Лучше не надо. Так. Мы добавим все пеправы. Чуть-чуть перемешать. Да, наверное. Вот, у нас ложечкой. Ложечкой. Леся, наверное, мясо уже немножко пропиталось. Давай, перед тем, как начинуть, добавим зубчик. Чеснока? Чеснока, да. Давай, я займусь чесноком. И зелень тоже добавим. Зелень мы будем отправлять какую? Вот у нас есть укроп, петрушка. Укроп. Давай, отрежем. Там и для красоты, и вкус, конечно, тоже будет очень. Держи. Сколько нужно. Чеснока один зубчик, да, ты сказал? Один зубчик, да. Растан. Сегодня зачитаешь нам, что-нибудь, здесь? Ну, стихи мои, они все на карачаевском языке. Ну, вот смотри, буквально недавно, как раз была вот эта дата печальная, да? Да. Как раз ты писал стихотворение в юности вот на эту тему. Самое первое стихотворение, да? Я думаю, что было бы очень уместно его сейчас прочитать. Это как раз таки из раннего, да? Вот, а потом ты зачитаешь что-нибудь уже вот из недавнего. Ну, свежачок. Если перевести, это будет примерно так. Пусть не умирают дети, пусть они растут, будут сыты, и пусть ни одна мать не останется без дитя. Сколько тебе было лет, когда ты написал стихотворение? Ну, класс шестой, наверное, сколько-то лет двенадцать. Вот такие темы тебя уже волновали, ты задумывался, искренне переживал. Где-то сколько лет? Лет семь-восемь я жил с бабушкой. Ну, она вот, человек все это прошла. Прошла, да, через все эти ужасы. Естественно, рассказывала обо всем таких моментах. Конечно, было тяжело не то, что видеть, а слушать даже. Такие были моменты, ну, даже говорить об этом. И тебя вот так вот затронуло, оно у тебя осталось там в душе. Все наши отцы, деды, прадеды, они были на фронте. И в это время наших матерей, бабушек, детей депортировали. В дальнейшем ты все-таки в каком направлении писал? Любовная лирика-то будет? Есть, да. Что нам женщинам нужно? Ну, вот тот же Руслан Качиев, заслуженный артист Карачао-Черкесии, поет песню на мои стихи, музыку. Где-то писал я сам, ну, раньше, сейчас я уже музыку не пишу. И пишет та же Лидия Батчаева. То есть она не только поет, она пишет замечательные стихи. Она пишет такую музыку, честно, неповторимую, да? И вот она написала на мои несколько стихотворений музыку. Руслан Качиев спел, и, естественно, спел он очень хорошо. И все как-то оценили, ну, нормально. Приятно было, конечно. Так что любовной лирики хватает. Сейчас ты обязательно что-нибудь зачитаешь. Вот, пока мы с тобой разговаривали, я мелко-мелко, как обещала, нарубила чеснок, добавила уже в начинку. Ты нарубил укроп? Нарубил, да, теперь добавляем. Масла мы не добавляем. Сюда же, нет, ничего не добавляем. Я хочу сказать, что это довольно диетическое блюдо. Да, тут жира практически, ну... Да, поэтому барышни, которые готовятся к Новому году, чтобы влезть в красивое платье... Как говорится, и сытно, и вкусно, и в то же время... Так, кушайте на здоровье. Перемешиваем. Перемешиваем, и, наверное, уже начнем. И можем уже начинять перцы. Я отдаю два тебе. Да. Хорошо. И два себе. Это у нас же, как всегда, мастер-класс. Так, и все это выкладываем в наши красивые, разноцветные перцы. Наверное, обычная чайная ложечка. Два и ложечка, да? Нужно, чтобы... Так, перс. Начинаем. Плотно укладываем, микрофлопываем? Да, плотно. Рустам, но как получается совмещать и работу, и хобби, и еще и кулинарию? Вот многие задают этот вопрос. Не знаю, как-то получается, честно. Ну, честно, может, потому что я люблю и работу, и кулинарию, и хобби. Не знаю, как-то. Конечно, каждый день мы в суете, каждый день в дороге, где-то, как-то, с кем-то, но... Ну, как ты планируешь свой день, неделю, месяц, год? Ну, как. То есть, совершенно никакого... Совершенно никакого... Нет, ну, не получается планировать, да. Не получается. Как бы я не старался, не получается планировать. Ты не записываешь себе в ежедневный. Абсолютно. Важные какие-то даты, события. Да, сегодня, вот, кстати, я расскажу. Ну, пацаны, друзья мои, да, тот же Руслан Качев, Роберт Качев, начинающий, очень такой талантливый певец, Лидия Батчаева. Они все как-то узнали, что я сегодня в Черкесске. И будут ждать, вот, в конце передачи я к ним поеду, будут ждать меня в студии. Там посидим немножко, поработаем. Потом поеду домой, заеду на работу, там девчонки будут ждать. С ними немного поработаем. Вот как-то так, ну, не получается планировать. Ну, твоя жизнь, это сплошной сумбур получается. Но при этом ты все успеваешь. Успеваю, только вот результат какой, это уже судить не мне. Кто тебя учил готовить? Ну, мама тоже готовила очень вкусно. Ну, наверное, папа. А папа у меня. Папа тоже любит готовить? И любит, и готовит очень вкусно, плов. Такое блюдо. Из бараника. Из бараника, да, на дровах. Очень вкусно получается. Наверное, папа у меня, не знаю. И самый большой критик мой. Ну, он одобрил это блюдо? Одобрил, да. Значит, можно спокойно готовить. Попробовал, дал оценку. Так, все. Теперь. Теперь уже все на плиту. Мы укладываем их плотненько в кастрюльку. Сейчас мы покажем нашим феизрителям. Это необходимо сделать вот так вот. Для чего? Чтобы перцы не перекинулись, чтобы из них не выпала начинка, да? Если у вас больше перцев, чем у нас, то просто необходимо взять большую кастрюльку. Но вот для такого количества большая кастрюля не подойдет. Нет. Потому что они просто перевернутся, и блюдо будет скотчено. Когда фаршем мясным начинаешь, ну, тогда ничего не будет. А когда вот мясом рубленым, тогда вот так плотненько надо, чтобы... Все. Накрываем крышечкой. И все, да? Да. Отправляем на плиту. Выставляем большой огонь или средний? Да, максимальный. Максимальный. А потом уже можно как-то срегулировать. Мы будем ждать, пока закипит водичка, а потом убавляем температуру, и они потихонечку томятся. Сколько по времени? Максимум полчаса, наверное. Отлично. Я думаю, что за это время мы как раз приготовим салат. Ну что, пришла пора приступать к салату. Что мы делаем? Раздавай заданию. Начнем с капусты. Берем. Разрезаем вдоль. Иногда, да, большая часть капусты выходит на отходы, а тут капуста очень такая чистая. Я выбирала, старалась. Крупно нарезаем. Ну как крупно? Вот тут как можно такими кусками прям. Довольно крупно. Да, довольно крупно. Чем мне нравится пекинская капуста, что ее очень легко и быстро нарезать. Да. Знаешь, даже вот я такая ленивая жена, я люблю готовить борщ из пекинской капусты. Потому что я не люблю вот это вот. А вот где-то тверже уже можно, ну, помельче. Угу. Чем буду заниматься я? Вот, вторая половина капусты, пожалуйста. Просто по поводу жены, да? У меня есть такая информация, что ты жена. Вот. Жену чем брал? Стихами? Не стихами. Нет, не стихами. А как? Ну, не знаю. Как это получилось? Учились вместе в одной группе в университете. И как-то вот так получилось. То есть вы одногруппник? Да. Жена готовит? Готовит. Укусно? По мне же видно, что и вкусно и готовит. А ты как часто готовишь? Ну, если честно, я редко готовлю. Но если готовлю, я целый день посвящаю. Основательно, да? Ну, это как все мужчины. Да, приглашаю своих друзей, братьев, родственников. Как-то вот так. А завтраки жене готовишь? Нет, скорее она у меня готовит завтраки. Приготовь ей хоть раз завтрак. Ты увидишь счастливые глаза. Попробую, да. Попробую. Да. Вот, смотри, я нарезала так же, как ты, капусту. Мы ее сейчас будем отправлять в салатник. Да, в салатник. Вообще, я люблю готовить вот в таком салатнике. В таком салатнике можно приготовить много салата и много съесть. Так, теперь мы добавляем крабовые палочки. Да. Как мы их нарезаем? Так же. Крупно? Крупно. Сегодня у нас крабовое мясо. Ну, я думаю, что это не меняет дело. Но все же, неужели ты жене не читал свои стихотворения? Не поверите, никогда. Она поддерживает тебя реально стихотически относится к твоему творчеству? Да, она, если честно, поддерживает, да. Она первый мой слушатель, первый мой оценщик, как говорится, да. И поддерживает. А то, конечно, все подшучивали, говорили. Вот, наверное, ты все свои стихи и песни и все остальное посвящаешь. Жена? Нет, и так далее, нет, абсолютно. Ну, будем честны. Не было такого, честно говоря. Ну, вдохновила же жена. Ну. Вдохновила же жена. Ну, наверное. Я нарезала мясо. Ты нарезал огурец. Да. И также помидор. Угу. Ну, помидор не совсем крупно, не совсем мелко, так, средненько. Ну, приблизительно так же, как, наверное, огурцы и на двой палочке. Да, да, да. Довольно интересно выглядит салат. Заправлять будем майонезом, да? Да. Все как обычно. Теперь, это такая заключительная, да, такая вещь, мы добавляем сколько? Ну, давай на глаз. Давай на глаз. Ну, давай. Все, думаю, хватит. Также соль. Соль. Перец добавляешь в салат? Ну, лучше. Чуть-чуть красного перца. Красный ты имеешь в виду паприку или корки? Да, паприку, паприку. Ну, пахнет вкусно. Сейчас попробуем. Растам, но салат тоже довольно диетический. Ты угодил сегодня. Потому что перцы диетические, салат диетический. Как раз для меня, если честно, главное, чтобы было вкусно. А диетическое оно или нет? Мужчины, а мы же женщины. Нам же нужно вот, чем легче, тем лучше. Все. Перемешиваем. Мешиваем. Я думаю, что такой салат, где большое количество воздушных ингредиентов, да, вот в данном случае пекинская капуста, вот, лучше как-то перемешивать аккуратненько, чтобы... Алиса, давай майонез тушь добавим сразу, чтобы потом еще раз добавляем. Сколько добавляем? Также на глаз. Все. Так, да? Угу. Ну, ну, вид такой получился. Красивый салат на вкус. Ой, ну, на запах тоже очень даже ничего. А сколько мы наготовили, посмотри. Я думаю, что даже если человек на диете, но наготовил вот столько салата, то это чревато. А если серьезно, вот такие блюда можно спокойно есть вечером на ужин. Можно даже есть перед сном, после тяжелого рабочего дня. Абсолютно. Вот. Совершенно не опасаться. Да, салат он такой, ну, легкий и в то же время сытный очень. Так, ну что, перцы готовы? Думаю, да. Я предлагаю их засервировать. Салат вот уже готов, тоже он уже у нас в салатнике. Мы его так и будем подавать на стол. А перцы я предлагаю переложить в тарелочку. Так. Еще водичка кипит. Аккуратненько, чтобы не нарушить нашу композицию. Очень вкусно пахнет. Очень здорово все это выглядит. Вот так. Я бы даже сказала, нарядно. Украшать зеленью будем? Зеленью, да. Наверное, петрушечкой, да? Да. Ну, и неплохо, наверное, конечно. Тоже, почему. Я предлагаю пробовать. Пробуй. Возьмем тарелочку. Держи. Давай. Сочный, мягкий перцы. Сочный, восточный. Сочный, восточный. Ну вот ты уже заговорил с тихами. Да. Сейчас я вот... Посмотрите, сколько сока, дорогие зрители. Блюдо очень ароматное, пряное. Я не знаю, за счет чего, за счет той приправы, которую мы добавляли, или это зелень. И тут еще и семечки. 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 Да. Вот как раз семечки. Мы сейчас и будем пробовать, потому что для меня это новинка. Я отрежу небольшой кусочек. Возьму вместе с курочкой. Сейчас еще раз попробую, да? Пока не понял. Сейчас я попробую. Вообще, очень здорово. Почему-то получилось остренько. Ты хорошо до перчика добавил. Да. Это по вкусу мне. Семечки прикольно. Не знаю, необычно. Я бы не сказал, что они какой-то прям особый вкус добавили. Ну, что-то есть, да? Да, что-то такое необычное совершенно. Мясо сочное. Курица, да? Получилось у нас довольно сочное. И пряное. Вот, что я заметила. Тут заметно жира практически нет. Это абсолютно диетическое блюдо. Пробуйте. Сейчас попробуем. Так или хорошо у нас сегодня получилось? Ну, да. Получилось? Надо признать, да, получилось. Все-таки сегодня у нас. Вкус тот же, вид тот же. Все как в морозе. Будем считать, что у нас все получилось сегодня. Отлично. Ну вот, еще один рецепт в нашу копилку. Теперь салат. Пробуй. Давай. Я первая, да? Опять. Возьму вместе с храбовым мясом. Это я нарезала. Такие большие кусочки. Ну, значит, салат вкусный. Здорово. Вкусно. Салил ты? Да. Все, как я люблю. Отлично. Получилось довольно солененько. Все получилось. Да, все классно. Очень легкий салат. Капуста здесь даже лучше, чем вот листовой салат. Я, допустим, привыкла готовить все салаты на листовом или салатайзберг. Пекинская капуста – это намного выгоднее, бюджетнее. И салат приобретает даже какую-то свою изюминку. Крабовые палочки многие их недооценивают. Как с крабовыми палочками всего один единственный салат. Крабовый, да? Да. Вот, поэтому, дорогие зрители, запишите еще один вариант салата, который включает в себя крабовые палочки, которые не стыдно поставить на праздничный стол. Я не забываю напоминать, что скоро Новый год, поэтому такие рецепты необходимо записывать, запоминать и потом радовать своих близких. Да, да. Я считаю, что и вкусно, и красиво, самое главное. А еще его очень легко и быстро готовить. Согласись. Вечером с работы пришел, быстренько все нарезал, и салат готов. Да. Ну, большое тебе спасибо за то, что ты сегодня пришел. Спасибо вам, было очень приятно с вами работать. Взаимно. Да. Большое тебе спасибо за вот такой замечательный рецепт. На здоровье. Я надеюсь, что мы с тобой обязательно еще встретимся здесь на кухне в теплой, уютной обстановке, приготовим что-нибудь еще заморское. Обязательно. Вот, обязательно ты должен еще куда-то поехать в этом году, научиться что-то готовить еще новенькое. Вот, и ждем тебя здесь. Обязательно. Рустам, ну и хотелось бы все-таки попросить такой небольшой подарок для наших телезрителей. Прочитать стихотворение. Лирическое, вот, да? То, о чем мы говорили в завершении нашей передачи. Ну, у меня есть одно стихотворение, очень интересное. И название интересное, и само стихотворение тоже. Я попробую прочитать на карачевском языке. Потом постараюсь перевести. Оно называется «Сладкий чай и соленый сыр». Классно. Ну, это очень по-кухонному. Келчетенген, біркел мене қонаққа. Татлы шайба, тұрлы бұшлаға шайық. Біркел сау май полжал қозаққа. Бар қайығына барында бір чачайық. Кел тубейк, тапчанда олтырайық. Мен да сенге хапарымы айтайым. Дашау деген жануна бір бек деген танласан, түрлы бұшаға шайбазарға шайба. Орымымен түрлы бұшла бұшлаға шайба. Бұшла қиығына барында бұшлах қайығында бұшлағы ақтатырбұлғында бұшлағында бұшлағында қақтатырбүмден бұшлағы. не было таких проблем взрослых я же говорю о детстве беззаботно а вот сладкого чая и соленого сыра это тоже из детства да вот прям мы выжили в селе и я говорил даже с бабушкой она и сама любила соленый сыр со сладким чаем и нас когда к этому и получается это вкус детства у нас до сих пор и еще до хлеб такой обычный кусок хлеба сверху масло и сахар это это самый за такой сейчас не отказался честно а меня мама учила есть сыр с кофе кусочек сыра расплавлять в горячем кофе наверно у каждого есть вкус детства большое тебе спасибо за теплые слова за теплые стихи за теплую которая еще теплая вот поэтому сейчас мы быстренько попрощаемся с нашими телезрителями и приступим уже доктор спасибо еще раз дорогие телезрители если вы хотите стать участником кулинарной передачи наша кухня так же как рустам присылайте письма на электронную почту наша кухня собака арх с 24 точка ру присылайте свои рецепты напишите коротко о себе и возможно именно вы станете участником кулинарной передачи на этом я с вами прощаюсь всего доброго увидимся ровно через неделю а 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 c а а а а а Редактор субтитров А.Семкин